Александр Турчинов, ваш лидер Юлия Тимошенко сказала ГКЧП. Первый президент Украины говорит, что надо выполнять решение Конституционного суда. То есть ГКЧП это значит всех в Белом Дом. Это там. Да? Вы знаете, я не могу не зачитать цитату. Дозвольте мне, будь ласка. Не варто выгадывать новый конституционный велосипед, або повертастися до старой модели ввады, от которой абсолютная большинство политических сил произошло в 2004 году. Это нереально. Пробу скасовать политреформу, большая часть общества расценивает, как повернение до эпохи тоталитаризма. И никогда не позволит идти на это. Вы думаете, это цитата Тимошенко? Нет. Это цитата Виктора Януковича. Большинство подумает, что снова что-то перепутал. Вы знаете, не перепутал. Это он говорил в 2007 году, когда они шантажом, залякуванием, сбирали больше 300 голосов, чтобы вообще скасовать президентскую посаду. И именно тогда был распущен парламент. И именно тогда была распущена Верховная Рада. И тут говорили много про инициаторов конституции, изменения к конституции, этой самой политреформе. Я был свидетелем этого процесса. Самая партия регионов, перелекана Майданом, требовала принять эти изменения. И по голосованию, вы можете взять раздрукнувку голосования, Верховная Рада, 100% партии регионов голосовали за эти изменения, от которых сегодня они отрекаются. Почему? Они боялись ответственности. И именно сегодня они боятся ответственности и возвращают незаконную конституцию. Тут можно сперечаться. Гарная конституция, погана конституция. Не про это, друзья, иди мова. Но не можно ломать страну через колени. Но не может конституционный суд изменять за одну ночь конституцию. Мы с вами сегодня проснулись врань уже в новой стране. И нам говорят, с 10 часов, читает, заикается этот судья конституционного суду, новопризначенный, переверенный. И говорит, с 10 часов уже новая конституция. Ну, не мають вони на це права. Не может не ЖЭК сменивать эту тую конституцию. У них конституционный суд, у них інше повноважение. И конституционный суд максимально мог звернутися до Верховної Ради с пропозиціей переголосовать те или и другие что с этим, которые закрывают у них вопросы. И Верховная Рада, только конституционная большинство, как это прописано в конституции, могла бы внести изменения к Конституции або повернуть с другого конституции, что есть также изменения чиновного конституционного поля. Поэтому, дорогие друзья, когда они нам рассказывают, что нужна сильная влада, я прошу, я смотрю вам в очки и прошу вас, вспомните сильную владу Леонида Кучми, вспомните, как по полу года не платили пенсии, вспомните, как через каждую часу в магазине изменяли оценки, и пойдите сегодня в магазине и посмотрите на эту новую сильную владу. Она уже идет, и они боятся ответственности, и именно поэтому через Константинский суд они пытаются юридически закрепить себе диктаторские повноважения, чтобы от вас, от парламента, от никого уже ничего не зависело, и сколько смогут просидеть, сколько они хотят просидеть в своих креслах. Поэтому... Прервемся на короткую... Я надеюсь, что Виктор Янукович что-то понимает, он думает. У меня очень скептичная позиция с этого привода. Вы знаете, это же не просто Константинский суд подумал, подумал и принял решение. Это решение готовилось и готовилось в президентской адміністрации, исключительно за командой Януковича. И шли они до этого ни один неделю, ни два недели. Считайте, начались утиски свободы слова, обмежения демократии, силовые структури начались заниматься политическим сиском и переследовать оппонентов режиму, выборы, про которые говорила паня Кужель. Но тут можно еще больше жахов рассказать. На жаль, у нас сегодня в Украине практически не существует выборчая система. И сегодня, сегодня, эта влада идет на злочины, которые даже в часы Кучми с его повноважениями, они не могли себе даже дозволить или мрежать про них. Когда створяют фиктивные партии и, выступая против Батьковщины, Печерский суд, у нас не только Константинский, у нас есть Печерский суд, принимает решение, что мы неправильно извольняем из партии зрадников. Но какое отношение Печерский суд имеет к решению партии про выключение зрадников? Ни, они принимают решение, восстановят их на посадах. Министерство внутренних справ выдают фиктивные печатки, Министерство юстиции выдают фиктивные посвящения и администрация президента пишет им списки, которые регистрируют их комиссии территориальные вместо нашей партии Батьковщины. Вот обличье влади. И сподіваться на то, что эта влада что-то разумеет, або Янукович сбере там депутатов, будет с ним радовать, это смешно, это не правда, это самая обман. Само тому есть единственный механизм, как остановить этот процесс. Янукович, как гарант Конституции, не выполнил свои повноважения. Он, фактически, сруйнувал Конституцию и должен за это отвечать. До строковой парламентские выборы. Есть люди, которые вы видели на графике, которые считают, что это правильное решение. Что касается этой позиции, когда это правильное решение Конституции, президент Янукович не выбрался для этих повноважений. Поэтому, снова-таки, должны происходить до строковой выборы президента страны. И, безусловно, вместе с выбором нового парламента. И не нужно депутатов от партии регионов сподіваться, что, раздавши Конституцию, они могут визначити собі будь-які терміни и будут там до 15-го, до 17-го року сидіти в парламенте и хлопати, вставающи, когда президент Янукович заходит до залу, в яком уже нема відчуття ни правды, нема відчуття відповідальности перед народом. Михаил Чечетов.